Мир вам уже, братья! Мы продолжаем изучать тему о молитве. Сегодня мы разберем вторую часть главы книги к истинному православию под названием «О молитве». Напомню, что эта книга собрана Игнатием Тихоновичем Лапкиным, исповедником и проповедником христианства, православия. Он эту книгу собирал более 40 лет, со всех источников, всех святых отцов, с феноменальным знанием Библии, канонов церковных. Так, то есть, и книга названа не «Истинное православие», а «К истинному православию». То есть, здесь собрано все, как было в оригиналах. Какое именно должно оно быть, православие, какое оно было, и это не идеал, а это стремление к этому идеалу. Чтобы мы все знали, от чего мы отошли, что потеряли и к чему должны стремиться. Дальше продолжим о молитве. Дальше идут цитаты святых отцов, особенные, которые делают акцент в молитве на определенном делании, на определенной цели. Вот послушаем. Абва Исаия говорит, то есть, речь сейчас о благодарности к Богу. Молитва не может быть без чувства благодарности к Богу. Все, что имеешь, считай полученным не от других людей, но от Бога, и Ему воздавай благодарность. А Ефрем Сирин говорит, Ивангелие от Иоанна 3,16 Господь говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. На кресте Он умер за наши грехи. Грехи всего мира легли на Него. И после Он сошел в ад и вывел всех праведников из ада, и там проповедовал, как говорит апостол Петр. И многие воскресли, из гробов встали и вернулись, и жили потом. То есть, какие были чудеса явлены. И что Господь ради нас сделал? У нас бесконечная должна быть благодарность. Мы должны вникать в эти все слова, думать об этом постоянно. Что Он за нас сделал? Ведь мы ничто, мы всего лишь Его творение. Нас не было, Он нас создал. Мы себя не осознавали, потому что нас не было. Но мы вдруг появились, и Он вдохнул в нас личность, которую мы сами себя ощущаем. То есть, Он нам ничем не обязан. Мы Ему всем обязаны. И мы нарушали Его заповеди. Нарушаем Его законы, по которым установил Он мир. И Он умер за нас, когда мы еще были грешниками. Без этой веры сегодня, ну вообще без веры в Искупителя, в Спасителя, личного Спасителя Иисуса Христа, не может быть никакого христианства. Если ты не поверил в это, ты не можешь быть рожденным свыше, хоть ты сто раз крестись, сто раз исповедуйся, причащайся. Ты должен лично для тебя, Христос должен стать твоим Спасителем. И образоваться должна личная связь. Не через священника, а личная связь с Богом, живым Богом. И те, кто имеет этот опыт, те понимают, о чем я говорю сейчас. Без молитвы, конечно, живого общения с Богом невозможно иметь. Так вот, Иоанн Златоуст говорит, если бы мы имели в себе по тысяче душ, не следовало бы положить все за Господа. Впрочем, и таким образом мы не сделаем ничего достойного Его благодеяния. Хочется ли знать, как нужно выражать благодарность? Исповедать свои согрешения и значит благодарить Бога. Кто исповедует свои грехи, тот показывает этим, что он сознает виновность в бесчисленных грехах и только не получил, не получил еще достойного наказания. Он-то и наиболее благодарит Бога. Вот первая стадия, которая человек, первая стадия рождения свыше, это понять, признать, что ты погибший грешник, окончательно и бесповоротно, без возможности восстановления. И написано, Ривлянам 6,23, ибо возмездие за грех смерть. Каждый человек рождается уже духовным мертвецом от Адама, потому что написано, кто родится чистый от нечистого, не один. И во грехе родила меня мать моя, мы читаем в Псалме 50. То есть мы рождаемся духовными мертвецами, и только Господь нас может воскресить. Поэтому он и говорит, кто не родится свыше, не может увидеть даже Царствие Божие. А рожденный от Бога уже, написано 1 Иоанна 3,9, не грешит, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Сознательные грехи человек, рожденный от Бога, христианин уже не может совершать. Ты знаешь, что это грех, и ты его совершаешь. Ты не рожден от Бога. Покайся, тебе надо признать, что ты погибший грешник, и обратиться к Спасителю. Все ему отдать, все положить, отвергнуться себя до конца. Случится ли хорошее, благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось ли плохое, благословляй Бога, и плохое прекратится. Мы не знаем, что нам полезно в той мере, в какой Бог знает. Следовательно, получили или не получили, мы должны благодарить Бога. А то многие что-то просят, и не получают, и ропщат. Не получить, это тоже ответ от Бога. Значит, этого и не надо тебе. Ну и проси дальше, проси мудрости. Если просить Бога неустанно, стучать в его дверь, он ответит тебе, либо даст то, что ты просишь, либо ответит тебе, и ты поймешь, почему тебе это не надо. Но ответ всегда будет, потому что Бог живой. Как необходимо дышать, так необходимо благодарить Бога в искушениях, скорбях и лишениях, каким подвергаемся мы на пути Бога угождения. То есть, если ты угождаешь Богу, то ты будешь подвергаться искушениям, скорбям и лишениям, говорит Симеон Новый Богослов. Не надо этому удивляться. И Серахов говорит, что приготовь душу свою к искушениям и не ропщи в момент посещения. Григорий Низкий. Следствие молитвы то, что мы пребываем с Богом, а кто с Богом, тот далек от его противника. Сатана ненавидит молитву. Молитву делают успешнее не голые слова, но добрые дела, Иоанн Златоуст. Ну и даже и чтение Писания делает добрые дела более понятные. Человек переживает их лично. Если не начинать исполнять евангельские заповеди и вообще все, что сказано в Библии и Священном Писании, то для тебя эти слова останутся как бы и неживые, и не действенные. Но если ты начнешь исполнять, то ты убедишься, что это слова от Бога. И написано. Первое. В Евангелии от Иоанна, 7 глава, 14 стих, мы читаем. Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Игнатий Брянчанинов очень важные слова говорит для молитвы, которую должны знать все христиане. Милосердие к ближнему и смирение перед ними в совокупности с чистотой сердца составляют основание и силу молитвы. Желающие заняться подвигом молитвы, прежде нежели приступить к этому подвигу, постарайся простить всякому, причиняющим тебе какое бы ни было зло. Первое приготовление к молитве состоит в отвержении пометозлобия и осуждения ближних. Намереваясь принести Богу молитвы, отвергни все помышления и попечения земные. Перед молитвой покади в сердце твоем фимиам страха Божия и святого благоговения. Порастарайся умилостивить судью смирением. Молитву должно совершать с верой, основать ее должно на незлобии. Приготовлением к молитве служит непресвященное чрево, отсечение попечений мечом веры, прощение от искренности сердца всех обид, благодарение Богу за все скорбные случаи жизни, удаление от себя рассеянности и мечтательности, благоговейный страх. Расположение души наиболее сообразуется с положением тела. Ноги держать вместе, не приступать и не подгибать колен. Руки или скрещены на груди, или опущены вниз, но не сзади. То есть сзади руки, как некоторые держат за спиной, держать нельзя в молитве. Сегодня вообще и часто очень принято, что Игнатий Бринчининов сейчас тут говорит, что руки либо впереди, либо опущены вниз. То есть впереди. Мы очень мало видим, кто стоит, чтобы руки были впереди. Сейчас больше руки опущены вниз в храмах стоят. Но на самом деле, если мы посмотрим, ни одна икона, нигде так не написано. Вы не найдете ни одной иконы, чтобы кто-то стоял, чтобы были руки вниз. То есть это в принципе не так давно пришло. Христиане всегда молились, либо руки впереди, перед собой, либо скрещены, либо подняты руки. Но никогда вниз не было такого. Любую икону посмотрите, вы убедитесь в этом. Что крестьяне всегда молятся по-другому. Сегодня в храмах стоят люди, мужчины часто, ноги расширены, то есть на ширине плеч и шире даже бывает, кривляются. Нет, ноги должны быть вместе. Нужно понимать, что если ты даже перед мирским начальником стоишь так расслабленно, то какое же у тебя отношение к Богу? царю царей, Богу Богу Богов, начальнику всех начальников. То есть надо понимать, что страх Божий должен быть и с детства к этому приучаться. Первые христиане молились крестообразно простирая руки или в таком же положении распростершись на земле в подобающем месте, не облокачиваться и не опираться во время молитвы на что-либо. Глаза устремлены вверх, вперед или вниз, но не блуждают и не озираться. Ничто так не способствует молитве, как послушание, умиршление нас для мира и для самих себя. Сознание своей греховности, сознание своей немощи, своего ничтожества – необходимые условия для того, чтобы молитва была милостиво, принята и услышана Богом. Стой на молитве твоей, как бы ты стоял перед самим Богом. Епископ Игнатий Брянчанинов. Сейчас будут выдержки от Иоанна Златоуста. Христос дал нам образец молитвы, научая нас, чтобы быть услышанным Богом, зависит не от множества слов, а от бдительности души. Говорят, могу молиться и дома. Ты сам себя обманываешь, друг мой. Правда, ты можешь дома молиться так, как в церкви, где собрано столько отцов, где возносится к Богу единодушный глаз. Ты не можешь так возносить молитву, когда один станешь призывать Господа, как можешь возносить ее, когда стоишь вместе с братьями, ибо здесь есть нечто большее, единение многих, союз любви, молитвы священников. Для того и поставлены священники, чтобы молитвы народа, которые могут быть слабыми, соединяясь с более сильными, возносить на небо. Преклони колени, воздыхай, моли Господа твоего быть милостивым к тебе, но особенно преклоняется на милость ночными молитвами Он, то есть Господь, когда ты время отдыха делаешь временем плача. Велико дело среди глубокой ночи, когда спят все люди, звери и скот, когда господствует величайшая тишина, тебе одному бодрствовать и дерзновенно беседовать с ладыкой. Запиши то, что обязательно ночная молитва, то есть мы не должны пропускать, хотя мы встаем иногда, но мы пропускаем эту молитву, надо ночью выбирать время, хоть одну минуту, но помолиться, поблагодарить Бога, так же, как вы прочитать Писание ночью, так же перед этим помолиться, получить благословение от Бога на дальнейший сон. Надо вставать ночью для интимной встречи с Богом. Если душа не будет питаться этой росой, то будет сожигаться во время дня. Получим ли просим и не получим ли, будем настойчивы в своем прошении и будем благодарить не только в случае успеха, но и в случае неуспеха. Многие и тайно молясь дома, делают это для того, чтобы понравиться людям, блаженный Фефилак говорит. Как не согреется дом дымом без огня, так и та молитва без церковной, ибо церковь называется земным небом, и такое страшное, грозное, преславное чудо Божие, каким является церковное богослужение, вы хотите заменить домашним и своим пением, это говорит святой Алексий митрополит Московский, святитель Алексий, авы Исаия, не оставляй молитвенные правила, чтобы не впасть в руки врагов твоих, то есть, всякие оставляющие молитвенные правила, которые есть церковь установила, может впасть в руки врагов, то есть, сатаны, не надо оставлять. Антоний Великий говорит, наблюдай установленные часы для молитвословий и не пропускай ни одного из них, чтобы не подвергнуться за эту суду. Тихон Задонский говорит, возлюби более поклоны в молитве, нежели псалмопения. Исаак Сирин «Грешнику не должны оставлять молитвы из-за грехов своих, ибо если думаешь, что ныне недостоин приступить к Богу с молитвой, то когда будешь достоин?» Римлянам 3.23 «Все согрешили и лишены славы Божьей». «Недостоинство твое ничем тебе повредить не может». Тихон Задонский Нил Синайский говорит, «Мать всех добродетелей молитва, и в состоянии сделать подобными солнцу искренне молящихся». Иоанн Златоуз говорит, «Кто не прибегает к молитве, тот хотя бы и сидел на царском престоле слабее всех. Когда я вижу, что кто-либо не любит молитвы и не имеет к ней горячей ревности и любви, то мне уже ясно, что он не владеет своей душе ничем благородным. Великое благо молитва, если кто разговаривает с добродетельным человеком получает от этого немалую пользу, то каких благ не получит удостоившийся беседовать с Богом» Иоанн Златоуст. И вот из опыта действительно те, кто отходили от нас, отходят от церкви в итоге или хулителями становятся, врагами церковными, уходят в секту какую-либо. Сразу видно, то есть можно однозначно сказать, они не молились, то есть они оставляли молитву, полагались на свой ум, а мы должны, потому что человека может утянуть не туда, а ты на молитве постоянно должен это привирать, проверять, у Бога спрашивать, Господи, туда ли я иду, исправь меня, если я куда-то не туда повернул, если я какое-то заблуждение принял, какую-то ложь. Конечно, поэтому и существует церковь, и должна существовать община, где братья могут друг друга исправлять, направлять, обличать, если кто-то один куда-то его затянул, другие его исправят, да и более того, даже без исправлений, когда братья общаются между собой, и у кого-то сатана над кем-то работает, ему уже вкладывают какие-то мысли, и он слышит, что говорят другие братья, он тем самым обличается и понимает, что его не туда потянуло, то есть постоянно должно быть общение, и потому что написано, что если ходите во свете, как и он во свете, то кровь, то имеете общение с друг с другом, то есть тот, кто ходит во свете, тот обязательно будет иметь общение с верующими, искать это в общении, и тогда, говорит, кровь Иисуса Христа, Сына Божия, омывает его от всякого греха, и кровь Иисуса Христа омывает его от всякого греха, поэтому, братья, ищите верующих, ревностных братьев, организовывайте занятия по Библии, по изучению всего этого, делитесь, не молчите, сатана все сделал, он забил все пространство наше, всякой ненужной и вредной, смертельной для человека информацией, и все время все говорится, если ты будешь что-то вредное говорить, что-то ненужное, пустое, то это можно, тебе никто замечаний не сделает, а если будешь говорить о Боге постоянно, то тебе будут говорить, а ты не навязывай свою веру, то есть сатана все перевернул, наоборот, мы же должны пойти противоположным течением, мы христиане, мы всегда должны говорить о всяком человеке, о Боге, и человек, каждый в душе, в душе своей, он страдает от того, что находится и не слышит словес божественных, и когда он услышит от кого-либо, это может быть тем семенем, который со временем его и приведет к Богу, поэтому никогда не умалчивайте ничего о Боге, Игнатий Бринчанинов пишет, во время молитвы не ищи восторгов и не приводи в движение твоих нервов и не горячи крови, то есть не надо как сектанты там охать-ахать что-то там такое делать при молитве, конечно, когда бывает благодарность особая Богу, там умиление или просьба такая может быть у тебя к Богу, там как у матери там о сыне, да, что там небеса затрясутся просто, это естественно, эмоции могут быть на молитве, это ничего, но искусственно движение, то есть не надо молитвы, не ищи восторгов искусственно не надо их искать этих восторгов создавать ненужное перед Богом не приводи в движение твоих нервов специальные и не горячи крови, то есть будь естественным напротив, содержи в сердце в глубоком спокойствии, в которое оно приводит чувство покаяния тот, кто желает раскрыть в себе глубокое чувство покаяния, употребляет в орудие к достижению такого состояния краткую молитву, произнося ее со всевозможным вниманием и благоговением, то есть молитву, не надо там что-то представлять, максимальное внимание к словам молитвы, к смыслам слов молитвы, вот что самое главное, и она уже тебя будет выправлять, Господь через молитву эту, через сами слова молитвы, смысл молитвы будет выправлять твой ум, освобожать тебя от мирских твоих вот это что-то накопил, заблуждений, которые сатана тебе может что-то навнушал, в этом глубоком покое сердца, стремясь к стяжанию чистой молитвы, соединенной с чувством покаяния и плача, с воспоминанием о смерти, о суде Божьем, вот всегда надо помнить о смерти и о суде Божьем, действуй молитвой воодушевленной плачем, то есть и плач это так же просто и не вызовешь, надо молить Бога, чтобы Господь дал плач по своим грехам, по грехам ближнего, такая молитва, пламенное оружие попаляющие страсти, прогоняющие духов отверженных Игнатий Бринчанин. Григорий Нийский говорит, страсти, как сказано, суть демоны и уходят от призывания этого имени Иисусова. А это в Арсенофии сказал. Кто чреват злобую, а молится Отче наш, тот призывает не небесного Отца, а преисподнего, который сам есть лжец и делается отцом лжи и греха. Иисихий Иерусалимский говорит, блажен воистину, кто прилепился мысленно к молитве Иисусовой, вызывая к нему непрестанно в сердце, как воздух прилежит телам нашим или пламя свечки, как солнце, проходя над землей, производит день, так святое и достопоклоняемое имя Иисуса, непрестанно сияя в уме, порождает бесчисленное множество солнцевидных помышлений. Иоанн Златоуст в томе первом вообще во многих его томах много говорит о молитве. Зачитаем некоторые его фразы. «Лучше солнцу прекратить шествие свое, нежели оставить псалтырь». Великая польза поучаться из псалтыри и читать ее прилежно. Все книги божественные нам на пользу и доставляют печаль бесам, но ни одна из них так, как псалтырь. Да не неродим. Молитва должна быть напряженной и усердной. Если долго не отвечает Бог, то для твоей пользы. Он знает, что если получишь, то отойдешь. А молитва за врагов умилостивляет владыку. Делаемся мы подобными Богу, а если за друзей, то как мытари, ибо они любят любящих их. Молитва воздух для души, противоядие против грехов. Зимой большую часть ночи посвечи молитве. Боясь, чтобы демоны не похитили все, будем непрестанно молиться. При потере и ущербе повторяй, Бог, дал, Бог и взял. Повторяй это, и угодишь Богу. Бог особенно так склоняется к нам, когда не другие, но сами молимся. То есть, мы, когда и просим за нас молиться, мы и сами должны молиться. Бог склоняется к нам именно по нашей молитве особенно. Златоуст говорит, Исаак молился о неплодстве ревеки двадцать лет. Мы же двадцать дней не молились. Я уже говорил, что многие зевая, подтягиваясь и оглядываясь назад, стоят на молитве. Многие просят Бога покарать врагов. Итак, одни неближением, а другие ревностью губят себя. Учат дьяволы добиваться своего. Ударишь ли ты раба перед его господином, а ты бьешь раба господня перед ним. Помни свои грехи и бичуй себя. А ты человек и сам не слышал о себя, о чем молился. Молись часто, лежа на постели, ни о чем не думаешь, а здесь на молитве тысячи мыслей одолевают. То есть ложишься на постели и ничем не думаешь, на молитве устал, так сразу куча мыслей. Совершенно невозможно впасть в грех постоянно молящемуся. Пламень, вознесенный в молитве, поможет одолеть страсти, часто повторяя молитвы, согревая и промежутки. Молитва против врагов уподобляет пьяной, бешеной старухе и дерзкой. То есть против врагов, когда ты просишь, чтобы Бог покарал. Бог и сам знает об этом. Бог нас велел благословлять врагов. Молитва за врагов делает язык ангельским. Не уступай первенству молитвы прочей твари, солнцу и птицам. Встань раньше и прославь Бога. То есть и царь Давид говорит, что предваряю рассвет. Он предваряет рассвет, до того встает. То есть утром мы должны вставать рано для молитвы и ночная молитва должна быть. Еще луна не вышла, мы помолились. Еще солнце не вышло, мы помолились. Предваряем тварь. Неосмысленную тварь притворяем. Мы личности, образ Божий. Как не помолимся перед ним раньше, чем всякая тварь. Предающийся сну потопляет свою ладью. Если просит ненужного, то и правильника Бог не услышит. Молитва святых имеет великую силу, если и мы содействуем им сами. А у нас молитва прерывается от всякого стука, шума. Илия не заявал подобно нам. Это все сказал Иван Златоуст. Сейчас важное пойдет по тому состоянию при молитве, которое произносит в церкви и священники. Как Господь? Что нам Господь говорит в Слове Божьем? Исайя 1.12 Конечно, речь о нерадивых священниках. Когда вы приходите являться перед лицем Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Ну, то есть, здесь и о нерадивых вообще христианах, можно это даже применить к ним. Иезыки 34.2 Пасторы посли самих себя. Что значит пасти самих себя? Ну, значит, обманывали народ, допуская, к примеру, до всех таинств без изменений жизни людей. То есть, не заставляя их изменяться, не принуждая, не делая, чтобы они изменялись, просто совершаются таинства, треба и прочее. То есть, пасут самих себя. А пасти это значит гнать овец. Кто такой пасторь? Он гонит овец и не дает им разбрестись. У него есть палка для этого. У него собака есть для этого, чтобы стадо не разбрелось. И он именно пасет овец. А если он не пасет овец, а просто исполняет требы, просто какие-то таинства, то есть, не направляет, не учит, то он пасет самих себя. Поэтому Иезеки говорит, пастыри пасли самих себя. Исайя 57,17 «И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут на взничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». Исайя 28,13 Исайя 57,17 «За грехи коростолюбия я гневался, говорит Господь. И чем более грешат люди, тем более идут покупать нечистые свечи, и более-более приносят, то есть, вот эти, таинства платят, там, перед, там, на исповедь приносят деньги. И выгодно священникам держать народ в грехах, не допускать их до истинного покаяния, до истинного православного крещения, а мочить им лишь головы, обольщая всех благодарность, благодатью, то есть, обольщая, и поэтому мы читаем у пророка Осии 4,8 «Грехами народа моего кормятся они». То есть, если священник не обучает народ, не накладывает епитимию, не отвращает их от греха, то он грехами этого народа кормится, потому что они приходят и приходят, исповедуются, причащаются, исповедуются постоянно, постоянно в одних и тех же грехах, не исправляясь. Кормятся они как говорит Господь. Даниил, 14 глава тоже об этом описывается. Что делать в таких случаях? Что сделать? Что нам делать? Ситуация уже матовая, можно сказать. Патриарх должен уйти в затвор, как патриарх Павел IV. То есть, тот, кто допустил это, приком это, и он, если не знает, что делать, он должен оставить кафедру и передать другому, либо начать действовать. Вот патриарх Павел IV, подписавший юридические документы, он ушел в затвор. Это 76-й по 760-й по 84-й год. Проказа съела дом Божий грехом. Левит, 14 глава, 44-й по 48-й стих, мы это прочитаем. Разломать, то есть, надо начать с нуля. Разломать, закрыть его и начать с нуля. Закрыть, то есть, храмы закрыть, повесить замок и начать учить людей и потом только туда допускать. Эта едкая проказа захватила не только российский дом, но и, что самое страшное, русскую православную церковь. Неверующие Библии, презирающие соборные каноны, архиереи и священники поражены духом обмерщения. Иеремий, 23-30. Крадут слова мои друг у друга. Ссылаются не на Библию, но на греховный опыт своих предшественников. То есть, все время говорят, вот это опыт церкви, это традиция, там какая-либо, такие слова применяются, как там, практика церкви показывает. То есть, не то, что Бог сказал, не то, что Бог повелел или в канонах прописано. Нет. Церковь то, что установил. Нет. Практика церкви показывает так. Практика. То есть, все, все, все оправдывается практикой, порочной практикой церкви. И забывается, и не говорится, скрывается от народа, то, что Бог то будет судить. Саму практику церкви он будет судить Бог. Они говорят, вот церковь во всем права. Ну, а почему вы покалитесь тогда? Господь обличает по местной церкви. Он говорит, изверну тебя из уст моих, если ты не покаешься. Ты оставил первую любовь свою. Это к нам относится. Наша церковь оставила первую любовь свою. Ту первоапостольская, какая была в первоапостольской церкви. Ты, говорит, терпишь там Николаитов у себя. Там, ну, и много-много обличений Господа в адрес церкви и непосредственно предстоятелям церкви. Поэтому церковь непогрешима в соборности, во вселенной, во вселенных своих решениях, в слове Божьем, то, что написано. Это все решение церкви, толкование святых отцов, священного писания, это церковь. А решение архиереев, епископов, временные там какие-то, это не обязательно будут решением церкви на самом деле. Это их мнение личное, и оно может быть ошибочное, и мы должны свереть это священным писанием. А не так, что мы оправдываем любой беззаконник, как сегодня, лже-крещение, не крестят людей, а просто мочат им головы, бродобритие развито, ну и много-много грехов. Торговля в храмах происходит постоянно, 76-е правило 6-го Вселенского Собора запрещает, Господь выгнал торговцев из всех торгующих, продающих, торгующих, покупающих из храма. Там конверты епископам передаются, все на деньгах завязано. Если перечислять, ну это будет очень много, но это будет в других занятиях, потому что мы должны знать, что происходит, чтобы могли, чтобы иметь правильный взгляд на это, не эти розовые очки, не иметь, и работать на исправление внутри церкви, потому что это наша, живая, родная та церковь, за которой Господь придет. Ее нельзя оставлять, потому что ты погибнешь. В ней благодать, в ней истинное священство, рукоположное от апостолов, то есть до нашего времени дошло, истинное таинство, без которых нет спасения. Вне церкви нет спасения. Макарий Александрийский, 19 января, видел пресвитера, проказа съел его рот, так что виден был затылок. Макарий сказал ему, что исцеление возможно только в том случае, если священник не будет больше совершать литургии. Это же сегодня и про наше время. Симеон стал пник 1 сентября, обличил бесноватого священника, говоря, что бес вошел в него за то, что он невинных людей отлучал от причастия. Невинных людей, то есть не канонов нет, которые тебя отлучают, просто ты там, что-то тебе не нравится, или ты, знаете, даже отлучают бывает, не то, что отлучают, не допускают до причастия усы у человека. И такие священники есть. Или не нравится что-то просто там в твоем мировоззрении и не отлучают. Но есть только законные требования, а по законам не отлучают. Человек пришла, сделала 10, то есть у него там много абортов, ей положено и пить имя, 10 лет там, или блудник, там 5 лет, да, там прелюбодеи, там 7 до 12 лет. И не накладывают, то есть когда должны отлучать, не отлучают, а когда не должны, будут отлучать. Там как у старобрядцев, ты там с никодиньянами помолился, тебя отлучат. Ну, безумие, незаконное, за это Господь дождет. То есть он, и это, и это отлучение никакого значения не имеет, хотя перед ним ты должен смириться. Но Господь-то тебя не лишит. Геннадий Патриарх 31 августа доказывает, что ненаученный при свете не может людей вести к спасению. Ставить в священники раньше 30 лет категорически запрещено. А если такое уже случилось, должны немедленно быть извернуты саны. Сегодня поголовность священников рукополагает до 30 лет. Но правило божественное 6 Вселенского Собора 14-15 правил гласит, «Правило святых и богоносных отец наших да соблюдается и всем, дабы воприсфитера прежде 30 лет не рукополагать, если бы человек весьма достоин был, но отлагать до уреченных лет». Почему? Спрашивается. Зачем, почему так? «Ибо Господь Иисус Христос 30 лет крестился и начал учить. Подобный диакон прежде 25 лет или деканиса прежде 40 лет да не поставляется. И по диакону да поставляются не прежде 20 лет возраста. Если же кто в какую-то не было священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен». Это все священники, которые рукоположены до 30 лет, извержены, пока им не исполнится 30 лет. то есть сейчас что делать? Тот священник, кто рукоположен, ему там 28-27, оставь это время, то есть 3 года на вот эти, которые там тебе осталось до 30 лет, не служи. Епископ не даст перед тобой, не даст ответ перед Богом за тебя. У него нет власти отменять соборные постановления. И любой семинарист это знает, любой, кто учился, знает, что соборные решения не подвластны даже патриарху. Нужно только собраться, чтобы такой же был Вселенский собор был собран, и тогда там было отменено какое-то правило. А те, кто не исполняет эти правила, те отменяют эти правила. Но мы знаем, что отменять правила запрещено соборно. Церковь в стол при утверждении истины. И мы читаем. Святые отцы 6-го Вселенского собора правилом вторым постановили. Второе правило 6-го Вселенского собора. Хранить неприкосновенной нововведением и изменением веру преданную нам соблюдается твердо и дополевает до скончания века непоколебимо вкупе с богопреданными их писанием и догматами. То есть до скончания века каноны эти действуют. Никому да не будет позволено выше означенные правила изменять или отменять или кому кроме предложенных правил принимать другие с подложными предписаниями составленными некими людьми дерзнувшими корчествовать истинно. Если кто же облечен будет яко некое правило из выше перечисленных покуситься изменить или прекратить таковой будет повинен против того правила понести эпитемью какую оно определяет и через он и врачует будет от того в чем приткнулся. То есть епископ который рукоположил до 28 лет до 30 лет любого священника или диакон до 25 лет он по второму правилу 6-го сенского собора должен быть извернут потому что написано то что он нарушил по тому правилу он должен то есть наказываться извернут святые соборы это не что-то такое что-то временное что-то такое человеческое нет написано божественные правила с усложжением приемлем и все целые непоколебимые содержим постановления сих правил изложенных от всехвальных апостол святых труб духа то есть это трубы духа святого мы их отвергаем сегодня в православной церкви действующих правил 719 из них 57% мы это все подсчитывали вот Игнатий Тихонович это все подсчитал каждодневно целенаправленно нарушается то есть то что когда говорят о соборности церкви хвастаются перед детиками сектантами что мы православные соборные это все вранье и пшик никакой соборности нету не исполняются никакие правила мы находимся в тяжелом положении которое мы должны знать если ты меридин и тебе ты согрешил идешь исповедуешься и тебе священник не накладывает эту эпитемию ты сам на себя наложи он значит он не исполняет ты наложи сам и исполни эту эпитемию с радостью ибо церковь по тебе твоей душе позаботилась законно то есть соглашенными когда происходит возглас оглашенные за дети в храме должен выйти соглашенными ну и если в притвор то в притвор если притвора нету хотя бы в заднюю часть храма все это очень серьезно это установила церковь литургия Иоанна Златоуста всеми признанная которая сегодня тоже не исполняется как должное я не говорю про то что сокращение сокращать службу обязательно надо говорю именно что смысл самой службы то что разделение верных от оглашенных его нету все смешано сегодня вот таких молокососов до 30 лет ставят такие же вот типа меня хотя мне уж 30 лет есть кто в библии и библии не прочитал то есть таких кто и библии не прочитал для них библия не является авторитетом и не знаком с правилами соборов но он сам знаком с безбожными властями как амофорный как аморфный к делу Божию готовый на все нарушения угождать допустившим к его власти атеистам а не Богу то есть в советское время особенно сначала все через мирские безбожные власти и это также согласно постановлениям собора такой священник или епископ должен быть извергнут и как незаконный напомню что московской патриархии основывалось именно Сталием и Берией именно на многих нарушениям канонов но мы являемся чадами все равно этой церкви признаем все ее таинства признаем священство эти канонические нарушения благодатность мы не отрицаем этого но и говорить об этом мы должны чтобы в этом нужно каяться это нужно исправлять кровь беззаконная течет в наших жилах трагедия русской церкви в чем состоит все нужно начинать как во дне Афанасия Александриевского то есть трагедия сейчас в русской церкви и нужно начинать все как во дне Афанасия Александрийского с домовой церкви с покаяния и отречения от мира если ты не отрекся от мира ты не можешь быть христианином отмерщенная как ныне церковь будет скоро не агитпунктом КГБ как она была но служанка антихриста ибо как по некому пророчеству православный патриарх должен вечать на царство всемирного диктатора антихриста то есть есть такие царцы которые об этом говорят мерзость запустения на святом месте в рассвете отчаиваться не надо вот эти в церкви были такие ну всегда было так что внутри церкви много было этих лютых волков и вот эти нарушения все пираты захватили корабль но церковь остается церковью потому что Господь сказал создам церковь мою врата не одолеет ее он сказал о церкви но он не сказал что русскую церковь не одолеет как мы уже об этом говорили или там какую-то многие поместные церкви были исчезнуты и Господь их отверг с лица но пока Господь нас еще терпит мы должны работать потому что еще много много людей которые не знают о Христе не вошли в церковь сектанты многих людей уводят к себе из-за того что не учат народ ни Библией не занимается они показывают им Библию Слово Божие те обращаются уверуют у сектантов умеющий уши слышать да слышишь что Дух говорит церквам ей говорите Господи Иисусе Откровение 3 глава 22 стих 22 глава 20 стих Слава тебе Божия Слава тебе Божия Слава тебе Божия